здравствуйте уважаемые зрители youtube канала калибр сегодня с нами в эфире политолог профессор доктор регионоведения южнокорейского университета хангук ровшан ибрагимов здравствуйте ровшан мэрием спасибо что согласились с нами поговорить спасибо мэрием это мне приятно что вы меня пригласили на студию благодарю ровшан мэрием ну что ж в центре одним из вопрос который сейчас присутствует мировой повестке это политический кризис в республике корея и мы очень рады что как бы можем с вами поговорить человеком азербайджансом экспертом который как бы на месте присутствует и узнать от вас такие необходимые подробности по этому вопросу я напомню зрителю что несколько дней назад президент республики корея юн сок йоль объявил военное положение что было не было принято парламентом парламент отменил это решение и впоследствии сам президент также отменил собственное решение а я вот первый вопрос к вам рожан мэрием связи с этим что привело к текущей ситуации и можно ли было догадаться скажем месяц назад как мы когда мы с вами говорили что такое может произойти были ли предпосылки я предсказывал данной ситуации скажем если они военное положение и комендантский час но в принципе то что ситуация накаляется и имеется проблемные аспекты которые связаны не с конъюнктурными аспектами реалии кореи ну скажем с нынешним руководством ее президентом а в целом это структурально и неважно кто быть сейчас президентом политический кризис не миновал необходимо проводить реформы изменения иначе это будет продолжаться почему это не проделывается это имеет тоже свои причины скажем необходимо скажем изменение конституции буквально на этой неделе мы со студентами на уроке говорили о том что южная корея и северная корея это две страны отношения которых ухудшались изо дня в день в 2024 году и ситуация накалилась до того что лидер северной кореи договорил с аспекта что может начаться война и применение ядерного оружия и в принципе в этом есть и доля вины южной кореи поскольку совершенно не прагматичное нерациональное действие перебежчики из северной кореи здесь регулярно посылают листовки дроны в северную сторону и при этом пытается объяснить что это мол не государственная политика непосредственно вот это вот свобода слова действий и вы они действуют так как никто ним не может перечить на деле это не так потому что кто может южной кореи действовать таким образом да еще сопротив национальных интересов которые может привести к эскалации даже к войне понятно что это было с легкой руки нынешнего руководства а причина вся заключалась в том что над нынешним президентом и так загустились тучи уже давно потому что там дело в том что есть проблемные аспекты еще во время президентских выборов 2022 году мы столкнулись ситуации когда оба кандидата были не оптимальные избрана потому что не было альтернатив и корейское общество избегала из двух бед наименьшее и буквально на 0,7 процентов победил нынешний президент и уже тогда были скандалы вокруг его супруги связанные с плагеризмом в научных делах и так далее по мере того как люди симпатии по отношению президента уменьшались то вот этот вот аспект плагеризма начал все более остро высказываться даже есть документ подписанный со стороны 600 профессоров в корее что они реагируют на эту ситуацию требует расследования исследования довольно значимое событие поскольку во первых я думаю что в корее немало людей занимается плагеризмом а во вторых это еще нужно собрать 600 профессоров чтобы они что-то подписали во всем мире это наверное сложно сделать не только в корее то есть 600 человек которые сама дуры даже если я и сам профессор но нужно признать ситуацию и в этом аспекте также были форматы коррупции связанные с ее супругой если вы спросите какая проблема номер один в корее на данный момент есть экономические проблемы и другие но на рейтинг президента последнее время влияла именно вот эти скандалы вокруг его супруги ему нужно было либо сдать супругу либо же вот какие-то экстремальные решения дать а пиком событий стало буквально тот же день когда было объявлено военное положение в парламенте где большинство оппозиционной партии а это демократы их называют прогрессивной партии а лидирующей партии это сила народа консервативной так объяснять вещи поскольку они практически каждые пять лет меняют название и поэтому так сложно уследить и поэтому это два течения почему прогрессивно этом сложно сказать поскольку мы может потому что те консерваторы на деле это действительно нельзя сказать что это прогрессивная партия очень много проблем в этом аспекте вот они как бы на обсуждение бюджета предложили свой альтернативный бюджет и совершенно не чихать хотели на правительство и обсуждали его и она бюджет даже вето наложить невозможно точно президента совсем нет рычагов и как следствие было предложено как говорят сейчас со стороны его министр обороны который недавно был назначен они закончили общую школу я даже говорю не университета лицей и чунган лицей это довольно известная стадо школ она еще с начала 20-х веков еще даже до независимости корея это такая элитная школа и в принципе нынешний президент понабрал силовиков из этой школы они не одногодки из разных годов но в любом случае я так понимаю что это его основной круг с которым он у каждого свой круг как говорится и он с ними вертится и вот это было их не предложение вести не на это самое глубоко задуманное глупое решение глупейшее решение скажу поскольку если политик не может рассмотреть что будет дальше то есть буквально здесь нужно просто смотреть а что может быть какая реакция может быть если не невозможно это высчитывать то я должен сказать что это конечно же апогей его политической деятельности то есть фактически он ускорил собственный же политический конец этим самым шагом я я так понимаю что он понимал что ситуация уже такова что у него нету шансов и скорее всего здесь игра ва-банк пошла почему бы и нет и тем более учитывая что он даже в этот ва-банк включал усложнение отношения северной карьеры ведь это могло привести действительно к военным действиям я есть примеры есть примеры этого мы даже знаем сейчас нынешний премьер-министр нестаньяху одна из причин эскалации конечно начал там противоборство с хамасом не он но хочу сказать довести его до такой степени эскалации конечно же здесь его роль большая и это в первую очередь потому что он пытается также отстрочить судебное преследование другие преследования по отношению к нему что в принципе пока ему удается и в принципе если говорить о президенте и вообще президентской системе в целом кореи есть традиции проклятия президентов то есть единственное кого сейчас не преследует это мун чай ин из всех президентов которые мы имели в корее это прежний президент предыдущий и то по отношению к нему тоже сейчас идет разговоры что могут начать судебное расследование то есть быть в корее президентом недавно кто-то сказал что такое выясняю что это приятно хорошо но в конце это говорит заканчивается плохо это как ждать милости у самки богомола будучи самцом богомола то есть конец предсказуем в этом аспекте система тебя пожирает до политической не знаю почему так это происходит но в любом случае если корейцы не станут преследовать своего президента то наверное они будут еще более несчастным сложно объяснить а вот продолжая эту тему политической системы республики корея вот ее можно назвать президентской или парламентской республикой и вот что этот кризис выявил какие-то слабости в этой системе кризис просто подчеркнула не выявил еще раз подчеркнул что вот что является результатом имея нынешнюю систему это президентская сильная президентская система конечно есть премьер-министр корейский президент избирается лишь один раз сроком на 5 лет и при этом не 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 нужно находить большинство 50 плюс один процент то есть простое большинство достаточно чтобы избраться президентом и в этом кроме то тоже проблема поскольку президент назначается на один срок он не успевает проводить необходимые реформы они не могут формировать долгосрочную программу все программы краткосрочные скажем так фундаментальные проблемы требует чтобы не подходили с многолетними программами и поэтому так получается что каждый президент тем более мы сейчас сталкиваемся с тем что они не доходят до конца своего президентского срока и каждый новый презент избирать из оппозиционного блока то есть получается что они все время мы имеем такое рефлексивные против сной против сной голосование в корее и каждый раз у нас президент из обратного и поэтому каждый новый президент начинает заново и безусловно формировать политику, и они исключают то, что делал предыдущий. И, как следствие, это приводит еще к глубоким проблемам. Идет дискуссия, что может перейти на парламентскую систему, может перейти, сделать, чтобы президент избирался дважды и так далее. Но это было связано в свое время, чтобы, как говорится, укрепить демократию. То, что было хорошо в 1987-90-х годах, потому что тогда только начиналась демократизация, еще необходима была сильная вертикаль власти. Но при этом ограничение ее позиции, потому что верили, что все вот эти военные положения, скажем, диктатство, автократический режим связаны именно непосредственно с тем, что президент очень сильен. А это азиатская такая модель президентской системы, не только в Корее, но и в немалой степени, в Филиппинах, Индонезии. То есть при переходе на демократию страны, те, которые в регионе, они тоже формировали, скажем так, подобную систему, когда президент избирается на один срок. Ну, там, правда, срок 6 лет или другие. И недавно буквально такую же модель принял Казахстан, при котором, скажем, президент будет избираться сроком на один срок, срок на 7 лет. И там, правда, срок 7 лет. Это тоже, в принципе, довольно нормальный, достаточный срок для того, чтобы формировать долгосрочную политику. То есть Казахстан тоже пошел именно по линии своего региона. Так вот это азиатское восприятие, формирование новой структуры. Как следствие, конечно, получается, что наряду с этим общество, которое очень широко и быстро развивается, а это постмодернистское общество с точки зрения экономики, но институты, социальное восприятие, поведение людей, оно еще не постмодернистское. Оно модернистское. Просто экономика настолько быстро развивалась в кратчайшие сроки. Они социально-политически и другими аспектами не успевают. Но новое поколение, это, ну, скажем, и студенты, и чуть выше до 30 лет, они не представлены ни одной политической партии в спектре политической системы Кореи. Но имейте в виду, здесь всего две партии, а третья никак не может выявиться, сформироваться. По моим ожиданиям, видимо, третья или новая партия будет формироваться из демократической партии. Она более, скажем так, лево-центрическая, в ней есть аспекты ожидания реформ, они хотят изменения, но делают, в общем, осторожно и медленно. То есть то, что от них ожидается, они не реализовывают. Тем более там стоят во главе все еще люди предыдущего модернистского поколения, поэтому мало разницы от консерватив. Но когда смотришь внутри группы, которые имеют демократическую партию, это там такой веер, начиная от социал-демократов, кончая там левыми националистами, все, что хотите, там есть. Этот компот, видимо, рано или поздно взорвется, видимо, новое поколение как-нибудь. Но проблема в том, почему это не происходит. Молодое поколение корейцев весьма и весьма аполитично. Они совершенно не занимаются политикой, им совершенно неинтересно, что творится у них в стране. Я учился в Турции, степень политизации турецкого общества была невероятно высокая. Я даже могу дать такой пример. Например, в туалетах люди обычно пишут неприличные вещи, да, если первое, что на ум приходит. Но у нас в туалетах университета писали политические лозунги. Левые, правые и так далее. Мне всегда это казалось странным, что вот настолько люди углублены, что у них первостепенный, как поверх лебедо, идет политическая идентификация. А в Корее совершенно, абсолютно, даже они не в курсе, что делается, как делается. Единственная у них шанс, это идти на выборы, отомстить своим голосом, и на этом все кончается. То есть они не ожидают от политической партии ничего, от политической системы ничего. То есть они больше надеются на себя, что я могу сделать, чтобы выжить в ситуации и иметь более, как говорится, положительные аспекты собственного будущего. Вот такой вот формат. И тем более многие считают, что Корея довольно богатая, развитая страна. Здесь все прекрасно, люди смотрят фильмы. Очень много иностранных девушек приезжает сюда искать своего опа. Опа – это как бы старший брат по отношению к сестре. То есть обычно они называют своих бойфлендов опа. А когда приезжают и понимают, что того опа, которого они видели в фильме, не существует, то есть, конечно, это дополнительный стресс для этих девушек. Те, которые здесь приезжают учиться, я уже замечаю, что они набирают вес от этого стресса. Немецкие девочки или какие еще. И в этом смысле, конечно же, то, что радует, что показывается в фильмах, это далеко не та Корея. И в Корее много проблем. Маловое население не видит будущего. И, кроме того, из развитых стран, согласно статистике, по уровню ни удовлетворения, ни счастья, она находится на втором месте. Интересно. Вот я бы, с вашего позволения, еще поговорил на эту тему политических партий. Я правильно понял, что вот из первой части вашего ответа, что левый политический спектр постоянно расширяется, да, в отличие от консервативного? У нас, как такового, левого спектра нет. Это основная проблема Кореи. Есть исторические причины. Во-первых, все, что марксистское, это нехорошо. Потому что есть Северная Корея. Если попробовать здесь стать коммунистом, тебе покажут. Но, правда, сейчас это не так. Обратите внимание риторика президента, когда он объявил военное положение, что прокорейские марксистские силы, которые, мол, хотят расторгнуть. То есть это абсолютно находиться далеко от реалий, происходящего в обществе. Такая риторика может работать в 80-х, 90-х. Или для тех, кто старше 70 лет. То есть это призыв даже не к моему поколению в целом. И тем более не к молодому поколению. То есть разговаривать форматами, может быть, я не знаю, своего поколения, это не работает. Например, у нас есть социал-демократическая партия. Я все думаю, что кто появится, как правильный аспект. Я читаю их не программы, это не социал-демократическая партия. Это та же правая партия, которая просто отделась под социал-демократов. Либо они не воспринимают, что это значит быть левым, либо же настолько все неолиберально в Корее, что они так легко не могут перейти. Самое большое ругательство старшего поколения, ты марксист, коммунист. Хотя я должен сказать, что довольно это все очень расслаблено. Я даже недавно фотографию сделал у нас в здании. Там был провешен плакат с партия Макса. Какие-то там шли обсуждения о марксизме. Я думаю, что многие даже не знают, кто этот человек на этом. Поэтому он и висит так вольготно все еще. Но в целом, это возможно. Это возможно. Такое обсуждение имеется. Таких ограничений нет. Но тот спектр, как я говорю, поскольку люди аполитичные, нет разговора. А как выйти, что будет? Например, на последних выборах была коммунистическая партия, также участвовала. Говорят, что центром коммунистической партии был наш университет. Такой вот интересный аспект. И да, действительно, они раздавали плакаты непосредственно рядом с нашим университетом. Эти свои листовки информативные рядом с университетом. Я собрал это все, конечно, использовал. И там я делаю заметки для себя и читаю. Ну что они собрали? Они ничего не собрали. Они не между, как говорится, отсутствием и несуществованием где-то происходят. И эта коммунистическая партия скорее здесь постмодернистская, чем модернистская, хотя это нонсенс. Остальные партии тоже, феминисты или же зеленая партия, они есть. Но их присутствие политической системы 0,1%, 0,2%. Это люди не поддерживают. Даже есть партия оппозит феминизмом. Они здесь сформировали такая мужская партия, что женщины неправы и так далее. И она тоже любопытна была на ней наблюдать, но все равно это маргинальные партии. Конечно, мы наблюдали, что в Европе в свое время партии зеленых и другие были маргиналы. Теперь они даже участвуют в формировании правительств. Та же Германия, я помню, когда я был студентом, зеленые, но собирали 1%, 2%. Сейчас это серьезная партия. Возможно, со временем в Корее будет происходить тоже. Мы просто немного с опозданием идем. Но на данный момент, как я говорю, даже поколение, пусть и постмодернистское, но она не готова голосовать за них. А вы знаете, что еще было интересно наблюдать, Равшаном Мельным, за поведением военных в этой ситуации? Потому что, вот что мы обычно наблюдаем, когда происходит, когда объявляют военное положение, это вот сама ситуация подстегивает амбиции военных, и на какие-то действия их, так сказать, воодушевляет. А здесь военные проявили просто удивительную законопослушность. Да, они как бы послушались приказа президента, а потом, когда парламент показал бумажку, что нет, мы все отменяем, они взяли под козырек и сказали, окей, теперь мы слушаемся вас. Да, с чем связано такое явление? Я так понимаю, что чисто на уровне общего восприятия ситуации военные тоже были недовольны развитием, то есть они тоже понимают, что это ограничивает права не только, скажем, обыкновенных граждан, но и их самих. Тем более, вот на корейском военное положение ГЭОМ они формировали специальные подразделения, то есть нету в нормальных условиях таких подразделений, то есть это были избранные подразделения, и вот перед подразделением поставили ГЭОМ, то есть подразделение военного положения, то есть это была избранная какая-то специфичная структура, значит они к этому готовились, раз уж какая-то структура, то есть я понимаю, что этот план был разработан, и он просто был ожидал лишь, когда его воплотят, то есть это не было наобум, да, военные техника и так далее, она начала въезжать в Сеул, я был в 11 часов еще в кафе, в кафе закрывалось в 11, пришел домой, и мне студент, с которым я вот сидел и обсуждал его работу по магистратуре, он мне посылает миссар, что у нас объявили военное положение, я смотрю, есть еще и комендантский час, запретили работу парламента, политических партий, вы знаете, у нас было военное положение, у нас был комендантский час, в Азербайджане 90-е годы, они были ужасные, но даже при этом никогда не ограничивали работу парламента или, скажем, политических партий, то есть, к этому не подходили, а здесь вообще ничего нет, и вообще, чтобы ввести военное положение, необходимо, чтобы либо было действительно военное положение, то есть, война, либо же дестабилизация внутри общества, а этих условий не было, и вот, как говорится, он мне посылает вот все 11 часов, я вышел на улицу, мне было интересно, все были на улице, то есть, хочу сказать, комендантский час, тем более, объявили его после 11, как говорится, даже если, скажем, чисто начнут ведение и соблюдение, то есть, это невозможно, а день выбрали довольно из-за того, что вот сделали вечером, это был там конец недели, все это так на рочи-то спланировано, что с ожиданием, что, ну вот, пятница, люди, наверное, отдыхают, где-то сейчас не до этого будет, потом холодно, никто не выйдет на улицу, не очнется на ночь, глядя, скажет, ну ладно, завтра этим займемся, хотя не самый лучший день, я вам скажу, потому что корейцы обычно протестуют по субботам, у меня уже есть этот, как говорится, практический опыт, когда женщина-президент, если вы помните, Пак Кэнхэ, против нее, тоже был импичмент, первый импичмент в Корее, и вот в то время люди месяцами проводили протесты, требовали ее отставки, она настаивала, не подавала в отставку, и как действует корейское общество, ну, с понедельника по пятницу у них работа, это понятное дело, пятницу вечером они называют бульгым, это означает страстная пятница, пьют до чертиков, а потом вот на улицах их собирают, и в субботу они идут, митингуют, протестуют, в воскресенье они посвящают себе, любимым, и в понедельник опять на работу, и так до следующей субботы, вот так вот, а получается, что ты объявляешь военное положение, то есть, это тоже ошибка, если бы был более грамотный, тебе нужно было где-то в понедельник подозначать, потому что люди тогда подумали мне завтра утром на работу, стоит ли выходить, а так на субботу глядя, люди спокойно могут, как говорится, протестовать. У меня возникло подозрение, что вот этот субботний, так сказать, протест, это тоже вид национального развлечения, раз после пятницы происходил. Возможно, некоторые даже пошли таким, потому что был призыв, и вот я со студентом говорю, он говорит, я иду участвовать в ралли, он не говорит, что я иду протестовать перед чем-то ралли, это означает, что движение какое-то, значит, получается, что, во-первых, конечно, до парламента нужно добираться, это тоже понятное дело, и лучше это делать крупными, чем в одиночках, поскольку в одиночках тебе легче, как говорится, волк стапает по дороге, а так коллективно и весело, и удобно, да, я думаю, что все были на веселе, не все, конечно, я извиняюсь, многие были в пятницу на веселе, но в любом случае отрезвели, противизели, было любопытно наблюдать, как вторгались в здание парламента депутаты, чтобы проголосовать, то есть, и это тоже хорошо, это значит, что люди понимают, что какие аспекты Конституции позволяют им предотвратить ситуацию, это значит, что, во-первых, пришли все оппозиционные депутаты, и, кроме того, включились и депутаты про правительственные партии, 18 человек проголосовало против, иначе было бы сложно, 190 человек, 18 из них из правительственной партии силы народа, они пробивались через, как говорится, вот эти вот военные преграды, некоторые через них, может быть, это ради шоу, потому что снимали, в том числе, лидер оппозиционной партии, демократической, прыгивали через забор, и так далее, бились и проходили, но сопротивления не было, ну, как вы правильно заметили, то есть, военные не указывали сопротивление, более того, к ним довольно так жестко относились, там, тянули, дергали, то есть, они не высказывали реакцию, думаю, что это не индивидуальный подход, все-таки им тоже было сказано, что ведите себя соответственно, неизвестно, да, чем это все кончится, потом это все обернется дорогой ценой, дать самим же. Как говорится, прорывались через ряды, неплотные ряды, вот этих вот подразделения, военизированные, военного положения, как говорится, специальное подразделение, и они проголосовали. Согласно, то есть, в Конституции это четко прописано, что, чтобы изменить военное положение, значит, настолько горький опыт у Кореи, что они решили подстраховаться и определить все это в Конституции. Скажу больше, например, вот этот вот солидарность и в кратчайшие сроки, то, что они сумели, как говорится, прийти, обозначить, ну, конечно, окончательное решение должен был давать президент, президент должен был дать отмена, поскольку это тоже предложение, но уже поскольку парламент проголосовал, это было сделано, там уже делать нечего. И на другой день было принято решение, что начать импичмент. Импичмент еще не произошел, либо в конце недели, либо вообще на выходных будет. Для этого необходимо, чтобы в парламенте проголосовало 200 депутатов. Я уже высказывался, у оппозиции 170, но сейчас, по-моему, 172 человека, это я имею в виду основной оппозиционной партии, но в целом, если бы сказать, что у лидирующих партий 108 человек, это получается со всеми другими партиями, это 192 человека, они все подали на импичмент, но нужно 200 человек. Здесь вопрос, станет ли кто-то из правительственной партии поддерживать импичмент, я думаю, это возможно. Но здесь другой аспект, другой момент. Здесь еще вопрос того, что даже если импичмент объявят, Конституционный суд как отреагировал. В нормальных условиях в Конституционном суде 11 человек. Из них 6 человек, только на своих постах. Пятерых нет, не назначен. В этом случае все 6 должны проголосовать за. Насколько эта вероятность высокая, тоже вопрос. Я помню, я лично смотрел выступления Конституционного суда касательно решения импичмента по отношению Пак Конхе женщины-президента, и когда утвердили, тогда было количество людей больше. Я слушал документы, мне было странно, поскольку до этого было импичмент по отношению к другому президенту, но тогда импичмент Конституционный суд не принял. Но вот время изменилось, ситуация изменилась, и все-таки у меня остался осадок того, что это не юридическое решение, а политическое решение. То есть при идентичных событиях решение было разное. То есть все-таки давление политическое, общественное влияет на решение судей, и в данном случае тоже такое возможно. И я думаю, что президент должен считать этот аспект так же, и для него лучше это просто провести переговоры, обсудить и подать в отставку. Тем, что ни его, ни членов его семьи юридически не будут преследовать. Для него это оптимальный вариант. Иначе, если это пойдет до импичмента, это значит, будет суд, а после суда он, скорее всего, его касает. А в случае отставки кто будет исполнять обязанности президента временной до следующих выборов? Да, это хороший вопрос. Я, честно говоря, насколько я знаю по структуре здесь премьер-министр второй человек. Ну, он такая номинальная как говорится единица в стране. То есть насколько я помню так, когда президент отсутствует в стране, премьер-министр могла ошибаться. Насколько я помню, это было так. И в этом смысле, конечно же, это не столь важно на данном аспекте. То есть, это все номинально, с института работы, с структуры есть. Проблема Кореи, как раз таки, не в том, что отсутствуют политические институты, а наличие сильных бюрократических. В стоящих государствах бюрократическая система, она тянет все под себя. Вот есть даже порой определенная, как говорится, структура реализации законодательства, она очень такая непонятная порой. Потому что бюрократы всегда везде консерваторы и всегда хотят лучше не делать, чем делать. Это в новых государствах, возможно, политическая структура более сильнее бюрократической и все тянет, как говорится, за собой. Институты не сформированы. Я вам дам такой пример. Вот еще предыдущим посолом Азербайджана Рамзи Теймураде шли переговоры, что будут прямые рейсы Азал в Корею. И дважды он получил одобрение со стороны министра транспорта. Все это было согласовано. Потом на нижних ступенях это никак невозможно было реализовывать. А вот бюрократическая ступень, вроде бы министр дал уже, это не только одобрение, но и дал приказ, как говорится, реализовывать проект. Но они консервативны открывать новые линии и так далее. И на нижних этих моментах, несмотря на то, что есть политическая воля, несмотря на то, что есть политическая воля, бюрократические цепи порой не позволяют, как говорится, более плавно реализовывать проект. То есть, есть и такой аспект. Ну и в заключение, Ройшан Майден, хотелось бы услышать ваши прогнозы относительно, ну, скорее всего, будут новые президентские выборы. Какая политическая сила на них может победить? Вашему счету? Ну, здесь гадать несложно. Здесь два варианта. То есть, у нас фактически двухпартийная система. Если сейчас выбывает нынешнее правительство, и тем более оппозиция сейчас в большинстве в парламенте, то получается, что кандидат от демократической партии, я думаю, это будет ее председатель, и он был, он участвовал, кстати, на предыдущих выборах, потерял незначительно, он, наверное, будет следующим кандидатом и следующим президентом страны, что также не является решением проблем Кореи. Поскольку Корее необходим не вот этот вот Чикарда поочередное избрание одного из представителей из этих партий, а Корее нужно, чтобы человек имел новую повестку дня, представлял молодое поколение, и, в принципе, ввозил наконец-то решение ключевых структурных проблем для Кореи, которые не решают, не решают. Рашан Валин, спасибо вам огромное за эту обстоятельную беседу, за вашу экспертную оценку. Я благодарю вас за предоставленные возможности. Уважаемые зрители, с нами был Равшан Ибрагимов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok